Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим про обучение Android разработки и раскроем такую концепцию, которая подтверждает то, что нужно сначала научиться неправильно, а потом учиться правильно. Устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложение, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем, в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству, по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за три месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет два разработанных мобильных приложения и два отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за три месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, конечно же, проще всего научиться неправильно. Лишь бы как, а потом переучиваться. Тут есть, конечно же, два мнения. Одно мнение о том, что смысл учиться неправильно и сразу писать плохой код. Можно же учиться правильно и писать качественный код. Но тут дело в том, что этот выбор зависит от того, по какому пути вы идете. Если вы будете выбирать самообучение, то в любом случае не то, что нужно выбрать этот путь, когда учимся неправильно, а потом с опытом учимся правильно. А на 90% даже если вы не захотите идти по этому пути, вы пойдете по этому пути. Потому что вы будете искать информацию в сети, а в сети 90% это плохого кода. Это некачественного, плохого кода, который в реальной разработке никогда не используется. То есть, если вы выбираете самообучение, то да, ваш путь именно научиться неправильно. То есть, научиться сначала лишь бы как, чтобы работало. Работает хорошо, а потом со временем вы совершенствуете свой код. Это будет ваш единственный путь. То есть, по-другому вы не сделаете. Потому что, если вы выбираете самообучение, у вас не будет человека, который подскажет вам, что так-то нужно правильно писать, а так-то неправильно писать. Вы в любом случае будете писать сначала неправильно, коряво, а потом с каждым разом будете смотреть на свой код и думать, Боже, почему я так написал? Неужели я не забыл написать нормально? И будете переписывать на новый лад. Если вы обучаетесь на курсе, то нужно сразу учиться писать правильно. Но опять же тут, скажем, такой выбор, что у большинства курсов вы также будете писать неправильно, потому что там ужасная программа, ужасный контент, ужасные преподаватели, которые будут вас также учить неправильно писать, и при этом не будут вам говорить, что вы пишете неправильно. То есть, я вот на самом деле, когда ученики обучаются в моей школе, я при проверке домашних заданий не запускаю их ни проект на смартфоне. Я просто смотрю качество написания кода и уже критикую конкретно код. То есть, тут уже делай, тут уже у тех, кто учеников приходят ко мне на обучение, уже именно становится перед ними вопрос, правильно ли я писал или неправильно писать. То есть, у них сразу, не сразу, мои ученики начинают писать правильно. Друг по-другому они не будут обучаться. Поэтому, допустим, когда ко мне люди приходят на курс, мы не используем эту тактику, учимся неправильно, а потом правильно. Сразу учимся писать правильно. Но дело в том, что когда вы обучаетесь самостоятельно, вам очень трудно будет обучаться сразу писать правильно. Потому что для того, чтобы написать правильно, нужно правильное понимание архитектуры, нужно правильное понимание основ программирования, нужно правильное понимание алгоритмов, нужно правильное понимание синтаксиса языка, и нужно понимать, где какие углы можно сгладить, где можно написать более лаконично, и как писать более правильно. Когда человек заходит и самостоятельно обучается, он, конечно, в этих вещах всех не разбирается. Ему нужен опытный преподаватель, который смог бы составить программу обучения, записать ее, то есть сам контент, сам видеоуроки, со стороны правильного написания и предугадать все возможные развития событий. То есть преподаватель должен сразу обучать вас писать именно корректно, не переучиваясь. Но если вы заходите самостоятельно обучаетесь, то вы будете сначала учиться неправильно, даже если вы не будете подсознательно, не будете понимать, что вы пишете неправильно, вам будет казаться, что вы пишете правильно. Но потом с каждым полугодом, с каждым годом, с каждым месяцем вы будете смотреть на свой код и будете понимать, здесь лучше было сделать так, а здесь вот так, а здесь можно было так сгладить. И коды уже в ваш классе выглядят не на 200 строчек кода, а на 50. То есть все лаконично, все более корректно и все очень правильно. А как понять, где говнокод, а где нет? Ну, вообще, вот я еще веб-разработчиком, когда работал, я слышал такой термин. Если человек, который не знает язык программирования, но знает английский язык, откроет ваш код и, в принципе, поймет хотя бы 70%, то это шикарный код. Ну, на самом деле, конечно же, все не так. Потому что использование правильной архитектуры предусматривает использование более запутанной системы, иерархии, классов. И поэтому не совсем все так. Ну, в целом, не должно у вас быть запутанности. Потому что, чтобы другой англоид-разработчик, если открыл бы ваш проект, он понял, где ему что найти и где что лежит. Вот это по-настоящему является чистым, хорошим кодом. Ну, отвечая на вопрос этого нашего небольшого видео, о том, подход, когда вы учитесь неправильно, а потом переучиваетесь на правильно, реален ли, реалистичен? Очень даже реалистичен. Вы даже пойдете, не понимая о том, что идете по этому пути, если обучаетесь самостоятельно. Потому что вам никто не расскажет, как писать правильно, а как писать неправильно. Вы научитесь сначала писать неправильно, а потом уже будете переучиваться писать правильно. Конечно же, из-за этого будут некоторые проблемы, придется многое что пережить, но это путь самообучения. Если вы приходите на курс, то на большинстве курсов вас, конечно же, должны учить писать сразу правильно, но вас также будут учить сразу писать неправильно, потому что это даже будет неподсознательно. Но если вы хотите научиться писать сразу правильно, без переучек, без всего этого, то приходите ко мне на обучение. Вот такое короткое видео у нас получилось сегодня. На сегодня у меня все. Всем до встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok